Говорим далее в нашем эфире о международной реакции Соединенных Штатов Америки, которая больше не признает Россию страной с рыночной экономикой. Соответствующее решение приняло Американское министерство торговли. Посол России в Вашингтоне уже назвал признание, цитирую, «несоответствующим логике». О том, что означает статус страны с нерыночной экономикой и какие последствия будут у этого решения, расскажет Данила Кобза. За формальным статусом нерыночной экономики стоят огромные финансовые потери. Не секрет, что США – крупнейший мировой покупатель всех групп товаров. И теперь у России будет очень ограниченный доступ к этому покупателю. Ведь решение американского менторга позволяет вводить гораздо более высокие экспортные пошлины на любую продукцию из России. Причем, по словам экспертов, это надолго. Очень долго к этому статусу, например, шла Украина. Очень долго к этому статусу шли другие бывшие союзные республики. Поэтому я думаю, что если сейчас этого статуса лишили, то на ближайшую перспективу, это может быть десятилетие, вернуть его назад будет очень сложно. Если страна не имеет такого статуса, то исходя из политик пошлин, исходя из нетарифных ограничений, исходя из других ограничений, очень сложно продукции такой страны пробиться на американский рынок. Чтобы США отнесли экономику к рыночной, страна должна соответствовать шести критериям специального закона о тарифах. Все они о международной открытости экономики и степени вмешательства государства в дела бизнеса. Решение Вашингтона скажется на всей внешней торговле России, ведь большинство развитых стран будут ориентироваться на решение штатов. А в нем в том числе упоминается агрессия Кремля против Украины. Это решение дает Соединенным Штатам возможность в полной мере применить антидемпинговое законодательство США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику. Министерство обнаружило значительный регресс в выполнении критериев рыночной экономики, особенно после вторжения в Украину. Из официального заявления на сайте Министерства торговли США. Точно просчитать ущерб от этого решения сейчас невозможно. За 9 месяцев этого года РФ уже экспортировала в Штаты товаров на 12,5 миллиардов долларов, вдвое меньше, чем в предыдущем году. При том, что Россия использовала демпинг, сильно занижала цены для обхода конкурентов. Теперь использовать такую тактику не выйдет, поэтому стоит ожидать еще большего сокращения товарооборота между странами. О том, насколько сильно глобальная санкционная политика ударила по бюджету Кремля, можно судить потому, что главу Центробанка РФ уже в открытую спрашивают, прошла ли дно российская экономика? Я так не люблю искать дно в любых вопросах. Я и раньше говорила, и сейчас говорю, что на любое ухудшение финансовой ситуации мы должны просто ускорить свою собственную структурную трансформацию. Эльвира Набиулина, глава Центробанка России во время общения с прессой. США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Это стало решающим фактором ее принятия во Всемирную торговую организацию. Теперь российская экономика станет 13-й в списке нерыночных. Он также включает в себя Китай, Вьетнам и ряд республик, входивших в СССР. Данила Кобза для телеканала Freedom. Эту тему будем детальнее обсуждать. Уже присоединяется Сергей Владимирович Жавронков, старший эксперт на Институте экономической политики имени Гайдара, член Совета фонда «Либеральная миссия». Приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. И вот помогите нам и нашим зрителям разобраться в том, как же такое решение Соединенных Штатов повлияет конкретно на Российскую Федерацию. Ведь исходя из такого решения, мы можем понимать, что все-таки товары, которые будут направляться из Российской Федерации, то есть не энергетические поставы, они будут облагаться большим налогом. Речь идет о металлах, минералах, о железе, о химикатах. Это имеется в виду только, если они будут направляться в Соединенные Штаты Америки или в другие страны тоже? Нет, безусловно, речь идет только о Соединенных Штатах Америки. И здесь надо сказать, что это решение, оно в общем не очень значимо в силу того, какие решения были приняты раньше. То есть в этом году, я напомню, США объявили об эмбарго на поставке российской нефти, а сырая нефть составляла половину от российского экспорта в США. Об эмбарго на поставке бриллиантов, водки, икры, о введении запретительных пошлин на экспорт черных металлов. А это, в общем, по сути, покрывает значительную часть экспорта. Что остается из того, что не запрещено? Цветные металлы, прежде всего алюминий, потому как в Америке ощущается дефицит собственных мощностей. Удобрения, причем изначально в марте на них вводили эмбарго, но практически тут же его отменили в силу того, что это тоже дефицитный товар. Ну, металлы в сумме составляли примерно 14% экспорта, химическая промышленность в основном удобрения, порядка 12% российского экспорта. Но еще добавлю, что вообще в структуре российского экспорта, экспорт в США, это где-то по прошлому году, до всех этих новых санкций, это был 17 миллиардов долларов из общего экспорта примерно в 500. То есть для России США никогда не являлось сильно важным торговым партнером. Ну, вот, собственно, такая бухгалтерия. А если говорить политически, то, ну, конечно, все эти решения о признании рыночной и нерыночной экономики носят политический характер. То есть для меня несомненно, что в 90-е годы российская экономика носила рыночный характер. Но, тем не менее, значит, этот статус она приобрела, как сказано в репортаже, только в 2002 году. Поэтому после смены политического режима в России, я думаю, что и этот статус может быть возвращен, так сказать, точно так же, как вот сейчас он ликвидирован. По факту покупали уже меньше, а теперь будут еще меньше. Но это влияет решение. Значит, механизм состоит в том, что против стран с нерыночной экономикой проще ввести антидемпинговые пошлины. То есть, грубо говоря, вот там США скажут, что нам, и квоты также, США скажут, что нам нужно, условно, килограмм алюминия. Вот, значит, килограмм алюминия будет беспошлин, а все, что свыше килограмма, будет с запретительными пошлинами. То есть вот как этот механизм будет работать. Я вот читаю анализ экономической ситуации от различных экономистов российских. И вот одно из... Ну, Зубаревич сейчас упоминать не будем, потому что она очень часто говорит о том, что в экономике уже видно, что все очень тяжело. Все очень тяжело. Ну вот интересный анализ экономиста Рубена Ениколопова. Он говорит, что российская экономика остается рыночной, полного коллапса не произошло. Она подстроилась под новое реалии даже лучше, чем ожидали эксперты. Но мобилизация сыграла большую роль, и он делает акцент на том, что есть три мужские отрасли в занятости. Это сельское хозяйство, строительство, а также транспорт и связь, которых занято вот до 86% мужчин. Так вот на самом деле это соответствует правде? Именно мобилизация, а не санкции и все остальное сейчас очень влияет на то, что происходит в экономике России? Я чуть бы поспорил с уважаемым экономистом, главой РЭШ, одного из ведущих российских исследовательских центров и образовательных. Да, мобилизация это безусловно плохо, потому что это отток, так сказать, с рынка труда, в общем специалистов, которые будут прятаться там за границей в России. Но санкции, конечно, тоже сыграли свою роль. В России рекордный отток капитала по этому году ожидается на прогноз Центробанка 260 миллиардов долларов. Это примерно в 4 раза больше, чем был в прошлом году. Значит, и особенно в следующем году ожидается резкое падение экспортных доходов бюджета после того, как 5 декабря вступит в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу, кроме трубопровода «Дружба», и 5 февраля вступит в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов в Европу. Причем, парадоксальным образом, в этом году для российского экспорта даже были неплохие времена, потому что в преддверии этого эмбарго европейские страны старались по максимуму закупиться. То же самое происходило с газом, пока Россия не ввела здесь самая эмбарго, перекрыв экспорт газа в Европу еще до вот этих аварий на северных потоках. То есть в следующем году будет резкое падение доходов от экспорта, его некуда перенаправить, потому что нефтепровод в Китай загружен под завязку. На азиатские рынки сложно экспортировать нефть через порты в европейской части. Ну там техника, грубо говоря, они предназначены для достаточно мелководных судов и обслуживали Европу. А мелководными, ну как бы, вот этими маленькими судами ими невыгодно транспортировать в Азию. В Азию выгодно только супертанкерами транспортировать в силу большого логистического причина. Есть просто еще информация о том, что происходит сейчас с рублем и как реагируют на этот Центробанк и Минфин. Об этом пишет экономист Олег Фьюгин. И вот он акцент делает на том, что единственное, что делают власти или компании, стараются оставлять выручку от экспорта за рубежом, чтобы не укреплять рубль. Что это за такая технология? Кому она идет на пользу или во вред? И к чему это может привести? Я думаю, что выручку за рубежом российские компании стараются сохранять прежде всего по другим причинам, чтобы на эту выручку не наложили лапу российские власти. Это главное их основание. А рубль укрепился по отношению к условно февралю-марту в силу простой причины. Резко упал импорт. То есть при наличии большого положительного сальдо текущих операций рубль с вполне рыночным путем укрепился. Впрочем, надо сказать, что у нас сейчас существует два курса рубля. Существует курс Центробанка, который для каких-то официальных расчетов. А существует курс в обменниках, который где-то на 15% ниже. То есть в смысле курс рубля ниже на 15% в обменниках. Вы не можете в обменнике купить доллар по тому курсу, который нарисован на сайте Центробанка. И вот из-за санкций российская экономика она так или иначе откатывается назад и по прогнозам уже приблизительно в 90-е года. Но санкции ведь будут ужесточаться, потому что российская агрессия против Украины продолжается. А есть какая-то грань? Насколько назад в прошлое может вернуться Российская Федерация экономически? Ну, смотрите. Грубо говоря, основной экономический рост за нулевые годы, он пришелся на первые 7 лет. И он был очень существенный. Там, так сказать, российский ВВП вырос в несколько раз в абсолютном, так сказать, измерении. И там доходы населения реальные выросли в два раза. А с тех пор, где-то с 2008 года, российская экономика стагнирует. То есть средний рост вот за последнее десятилетие годовой составил где-то около 1%. Ну, по этому году, значит, официальные прогнозы спада где-то там 3,5%. Ну, я думаю, что реально, конечно, это больше. Я думаю, что реально это где-то, ну, наверное, процентов 7, не меньше. Значит, ну, в следующем году мне тоже кажется, что спад не будет меньше, а даже, возможно, будет больше в силу фактора, о котором я сказал. О том, что вот эти основные, так сказать, ограничения на поставки нефти и нефтепродуктов, они вступят фактически только в следующем году. Вот. Ну, а как дальше будет? Ну, вы видите, как динамично развивается сейчас ситуация. И как бы там загадывать, что будет в 2024 году, ну, это напрямую зависит от того, что будет происходить на, так сказать, фронтах. И будет ли этот фронт к тому моменту существовать? Или, так сказать, там произойдет, как это российские военные называют, перегруппировка. Вот. Тут сложно загадывать. Благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Сергей Владимирович, за ваше разъяснение на эту тему. Сергей Владимирович Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, член Совета фонда «Либеральная миссия» был с нами на связи. Субтитры создавал DimaTorzok